Сегодня у социального работника поселка Зюзерский Ольги Чусовитиной двойной праздник. Так совпало, что она отмечает свой день рождения и родного комплексного центра. Ольга Анатольевна знала заранее, что каждый из семи подопечных поздравит ее с самого утра. Она не ошиблась. Конечно, приятно. Приятно, что не забывают. Очень приятно, что помнят все. Мы тоже стараемся не забывать про них. Тоже поздравляем с днем, со всеми праздниками. Работа у нас несложная. Сил хватает на всех. Подопечные у нас замечательные. Но стараемся, работаем. Малый зал Дворца культуры полон. Это только часть сотрудников комплексного центра. На сегодняшний день их больше 170 человек. И каждый старается работать не в угоду себе, а для других. По-другому не умеем, признается директор Лариса Подольская. Мы начали осознавать, что наш центр стал популярен не только в Полевском городском округе, но и в области. Что нас уже приезжает и север, и восток, и юг. В общем, все нас уже посетили, все управленческие округи нашей области. Сегодня среди гостей те, кто уже не первый год тесно сотрудничает с комплексным центром. Это общественные организации, духовенство и местная власть. Поздравить с юбилеем Полевской комплексный центр приехали даже из Министерства социальной политики Свердловской области. Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского является одним из лучших. Он входит в десятку лучших учреждений. У нас их всего 68. Я поздравляю учреждения с его датой. Желаю удачи, успехов. Глава города Александр Ковалев является еще и председателем повечительского совета комплексного центра. Поэтому сегодня у него двойное поздравление. Всегда радовало во взаимодействии с комплексным центром социального обслуживания население то, что кроме тех норм, которые прописаны в уставе самого учреждения, всегда больше внимания уделялось душе, взаимопониманию и отношениям между людьми. И центр всегда занимался не только какими-то вечерними, врачебными процедурами, а занимался тем, что и лечил своим добрым отношением душу. Подарки, грамоты, музыкальные сюрпризы. Не так часто эти люди принимают поздравления в свой адрес. Их работа не на виду, зато так нужна отдельным категориям граждан. Пенсионеры, инвалиды – именно они каждый день ждут у себя дома социальных работников, нуждаются в их помощи. Эти люди практически сутки на ногах. Оттого для них так приятно эти редкие минуты отдыха и праздничного настроения. Сегодня комплексный центр социального обслуживания населения – это большое государственное учреждение с развитой структурой. Там великолепный коллектив, толковые, знающие специалисты, всегда готовые прийти на помощь, хороший руководитель. И сегодня, в этот день, я желаю центру расти, развиваться, укрепляться. И всем сотрудникам желаем счастья, благополучия, и чтобы все то, что они отдают другим людям, к ним возвращалось в старице. Константин Поспелов в своем поздравлении решил вспомнить историю, когда комплексный центр назывался «Домом ветеранов». По его словам, так звучало добрее. Главное, отметил Константин Сергеевич, что, несмотря на современное название, комплексный центр не утратил основного значения. Он по-прежнему окружает своих клиентов заботой и теплом. Вы, наверное, со мной согласитесь, что в жизни каждого человека бывают трудные моменты. С возрастом, к сожалению, этих моментов становится больше. И очень важно, чтобы в этот самый момент кто-то оказался рядом. Ваше учреждение – это тот центр. Самое главное – это те люди, которые оказываются как раз в то нужное время. Вы научите, вы поможете словом, делом. Вы одним словом творите доброе и белосердное. Разрешите мне от имени управляющего директора Северского трубного завода Зоева Михаила Васильевича, от всех северских трубников, поздравить вас с замечательной датой и пожелать вам психических благ. Вы творите доброе и очень нужное дело. С праздником! Говоря сегодня о будущем комплексного центра, каждый гость словно пророчил. 20 лет – только начало, и впереди эту организацию ждет лишь процветание. Они уверены, что там, где многое держится на милосердии и добродушии, есть стабильное завтра. Ольга Демьянец, Александр Полищук. Новости нашего города. Новости нашего города.